Значит, я сегодня хотел среагировать на одну виденную запись вашего семинара, пока я тут гулял. И немножко продолжить тему этой самой философской теологии от себя. Значит, на что я хотел среагировать? Тут было сообщение твое по поводу Бога, который является господином и утверждает свое господство всеми, так сказать, садистскими способами, которые только возможны. И в этом утверждении господства дальше был странный тезис, который я не очень понимаю, как связывается. Ну, в общем, это подтверждает свободу человека, потому что только свободу может быть рабом, ну и в таком духе. Здесь у меня пара замечаний буквально. На мой взгляд, такая вот связка безудержного господства Бога, которая тем самым подтверждает свободу людей, ну, недостаточно. То есть, в общем, вроде как интуитивно что-то в этом такое чувствуется непростое, вот, и может быть даже сильное. Но это надо как-то развернуть еще. Потому что, строго говоря, свободу должен быть какой-то способ обнаружить или реализовать себя в качестве свободного. А если все, что у тебя есть, это быть, так сказать, предметом бесконечного помыкания со стороны Бога, то тогда твоя свобода ничем не отличается от несвободы. Тогда ты ничем не отличаешься от камня на дороге, который просто есть, просто подвергается воздействию окружающей среды. А ты подвергаешься воздействию Бога. И просто эту ситуацию не отличить от того, что человек оказывается действительно свободным. Вот они просто абсолютно идентичны. И тогда почему мы говорим свободно? Вот. Ну, это, может быть, можно как-то подкрепить, обосновать, не знаю. Но я хотел еще сказать по существу этого самого ветхозаветного Бога. Тут вот какая история. Здесь Прежде всего Понимаете, какая история? Представление о Боге даже внутри ветхого завета, оно несколько развивалось. И следы этого в писании находятся совершенно отчетливые. Ну, самое простое деление То, что было Торой и было историческими книгами И к чему потом добавляются пророки Вот совершенно очевидно, что пророки приносят иное понимание Бога, чем присутствует в Торе Это с одной стороны С другой стороны Даже в той же самой Торе Говорить о том, что Бог есть просто Господин А книга Иова, она относится к паукам? Книга Иова нет Она вот такая, она непрекаянная Она не входит ни в какую большую группу Ни в какую большую группу книг внутри священного писания Вот, и это действительно, это всегда вызывало какое-то недоумение Это очень странная книга Которая вот всегда дискуссионна Почему она была размещена в этом наборе книжек Почему она вошла в священное писание Вот, и известно, что традиционно Очень, очень, видимо, давно Принято приписывать ее написание Соломону Что вот, дескать, Соломон написал несколько книг Это в том числе книга Экклезиаста Книга Песни-песни И вот книга Иова Ну, это совершенно точно полная легенда Это не может иметь никаких оснований исторических И она, как бы, книга не объединяется с этими перечисленными Ну, разве что только тем, что в стихах Ну, и все Вот, поэтому там, кто автор, неизвестно Ну, вот на таких, на каких-то спорных основаниях она вошла Вот, поэтому тут Я, кстати, не сотруднюсь сказать Ближе к какому из этих вот грубому делению Куда ближе относится вот то, что мы узнаем о Боге из книги Йова Ближе к Торе или уже ближе к Пророкам Сейчас вот просто сходу не готов сказать Вот Вот, но даже если говорить только о Торе Понимаете Сама идея того, что Бог заключает завет со своим народом Она, строго говоря, революционна Просто такого до этой иудейской истории не было Отношения с Богом у людей были немножко другие Боги действительно представали в виде некоторой стихии С которой человек не может не считаться, будучи разумным Поэтому существуют разные формы поклонения Разные формы соотнесения разумного с этой силой А, по-видимому, наиболее древние формы поклонения Богу Вообще не имели дело с представлением о Боге Как о некоторой персоне Как о какой-то личности, если угодно Вот Ну, это произошло еще во времена языческие В общем, это было Тем не менее Несмотря на то, что это все-таки была личность какая-то Взаимодействие с этой личностью Было взаимодействием практически со слепой стихией Человек мог предпринимать некоторые шаги Так сказать, служа Богу И тем самым охраняя себя от его гнева Но Это была все-таки такая игра На неизвестных человеку правил В этом смысле очень смешное есть Я тут придумал по дороге Смешное сопоставление с тем, как Человек сталкивается с Богом и его не узнает В языческой среде и в среде Ветхого Завета В языческой среде Эта история, по-моему, описана в метаморфозах Когда Аполлон является в какой-то там Греческий городишко Я виноват Надо было установить в точности название Это почему еще имеет значение Потому что в этом же городишке Потом, сильно после Проповедовал апостол Павел И с ним случилась история, связанная с исходной Так вот Аполлон явился Ну, в качестве, естественно, прекрасного Молодого человека, все такое Но люди, жители этого города Его не узнали И не воздали ему никаких почестей На этом основании Аполлон сказал Ну, вообще, что это за безобразие такое Никто меня не узнал такого красивого Вот, и превратил всех в лягушек Всех жителей этого города Приводил в лягушек В качестве наказания Почему это связано с апостолом Павлом Потому что в Новом Завете Есть эпизод Когда апостол Павел Со своим учеником Варнавой Приходят проповедовать в этот городишко И они Были Они вели настолько удивительные речи Плюс они еще совершали чудеса Что жители города Поняли, что к ним пришли боги Причем не один, как когда-то А целых два И начали заранее учиться Клакать, по всей видимости, да? Нет Они решили, так сказать Вот сейчас-то мы не облажаемся Вот И воздадим им все положенные богам почести Ну вот Ну а Павел с Варнавой Понятно там Пришли от этого в ужас Начали кричать Да вы что? Да мы же люди Мы такие же люди, как вы Мы просто рассказываем новое учение Ну в общем, как бы Вся история имела своим началом то Что предки, как бы Те прежние жители этого городишки Поплатили за то, что не узнали бога А в этот раз они решили, так сказать Прогнуться перед богами по-настоящему Вот С другой стороны С другой стороны В Торе Вот в первой части В наиболее древних книгах Ветхого Завета Есть случаи, когда бог То ли сам Там не очень понятно То ли он посылает ангелов Которые его представляют Ходит между людей И его натуральным образом, конечно, не узнают Самая известная история Это то, что там посетили Содом и Гоморру Три путника Вот И их никто не узнал И За само по себе Это не узнавание Бог Содом и Гоморру Не наказал Вовсе нет Он их наказал Просто за то, что Они жили Неправильным образом Они нарушали закон Данный этим людям За это да За это они были наказаны И то перед этим Перед этим Ангелы почему-то считают Нужным об этом сообщить Аврааму Авраам говорит Слушайте Ну там Давайте Зачем же Весь город А может там 50 человек праведных есть Ну и дальше Известная история Ангелы говорят Ну если там есть 50 праведников То тогда Не будет никакого Уничтожения Он говорит Окей А если 30 Это вот так называемая В литературе Это называется Торговля между Авраамом И вот этими Тремя ангелами Ну это не в буквальном смысле Торговля конечно То есть он Не сбивает Своими ценами Но вот он пытается Пытается как-то Отговорить От уничтожения города Ну известно Чем заканчивается Да Что он говорит Что А если 7 найдется Ну если 7 То ладно А если 6 Тут они молча Развернулись И ушли Чуть меньше 7 Не работает Как принято считать Отсюда многие Любопытные Дальше Есть моменты В иудаизме И в христианстве Ну не суть Я к чему хотел сказать Да Что несмотря на то Что этот бог Вроде бы как господин Но Он ведет себя Несколько иначе Чем языческий бог Который тоже Вполне себе Господин По отношению К верующим В него Людям И даже не обязательно Верующим В него Людям Но Как бы он Господин По отношению К любому человеку С которым он встречается Если человек Не воздает ему Должного Обращения То этот человек Гибнет Больше или меньше Заковыристой смерти Здесь В этом смысле В этом смысле И является Господин То в смысле Как господин Надо работать Это означает Что вот Социальная Социальная структура То есть Вот эта стихия Божественная То есть Аполлон То-либо Несомненно выше Человека И ничего более Вот Возвращаясь К этому Несравненно выше Тут ведь Вот еще какая Возвращаясь К этому Замечанию А Да Синяя Конечно Только с этим Да С этим Никто не спорит Как с этим Поспорить Это и не Нет Дело в другом Дело в том Что еще раз Заключен был договор Между Богом И его народом Штука Неслыханная Почему она Неслыханная Потому что Строго говоря Договор могут Заключать между собой Только кто Равноправные Субъекты Да И вот Сам факт Того Что Бог Предлагает Народу Заключить С ним договор Поднимает Этот народ Действительно Ну На Небывалую Прежде Высоту Если угодно В лице Этого народа Человек Поднимается На небывалую Высоту Ну Конечно Не индивидуальный Человек Да А вот Народ в целом Но народ В целом Становится Субъектом Договора с Богом Тем самым Он Ставится Некоторый знак Равенства Между ними Что уже Исключает Разговор По-моему По-моему Исключает Разговор О бесконечности Господства И рабства В этих отношениях Да И в этом же есть Разговор Точно такой же Моисея Когда Моисей Говорит О гривенном О воду заветах Я не Сколько там Лет Надо было 12 лет По-моему Человек Мог Звязываться Рабом А после Этого Подлежало Освобождение И это И еще Шесть Шесть Да На седьмой Год Подлежало Освобождение Вот То есть Тоже Тоже Был Определенный Срок Он является Перед тобой Господином Но с другой Стороны На седьмой Год Ты обязан Его отпустить Поэтому Я об этой Ситуации И говорил Что Отношение Господства И рабства Это не отношение Камня И человека Это отношение Действительно Двух свободных Субъектов Только Свободный Человек Может стать Рабом Вот Ну окей Значит Просто Дело Взрыв Можно Терпуалический Аспект Уместно Наполнить О Заключении Договора Бога Человек Это все равно Что Но Человек Это Створение Мира То есть Бог Заключает Договор С миром С миром Созданным Им Миром А почему И это Очень важно Поскольку Бог Как нечто Одно Да Может Существовать Только Когда Есть Многое Понимаете Да С другой стороны Иудейского Бога То Сам Бог И в этом Смысле Одно И многое Равноправно В антологическом Смысле Одно Есть Нет Хочется заметить По этому Бороду Что У Бога С другими Народами Помимо Абрамова У него Договора Такого Не было Он Именно Этот договор Заключил С этим Значит Значит И в этом Есть Тоже Глубокий Антологический Смысл Избраничества Первого Дебытия Мы Это Саше Обсуждали Да Вот Такова Такова Ситуация С другими Кременами Он же Тоже В смысле Господин Далина Он же Не тоже Бог Но Его Обамин То есть Его Его Народом Являются Только Вот Эти Дети Абрамова По сути Племни Абрамова И Только И Никто И Никто Более Поэтому Я не уверен Что Здесь Какие-то Антологические Перверсии Антологические Перверсии Здесь Возможно Просто Нет Не Не Так Что Избраны Именно Евреи Очень Возможно Что Они Да Меня Родя Свои Насадки Просто Обман Да Меня С этим Надо Разобраться Но В этом Комментарии Свешили Правильно По этому Поводу Поправляют Да Они Говорят Что Ни Евреев Ни Иудеев На тот момент Небало И Поэтому Можно Говорить Вот Чем-то Чем-то Ну Да Понятно Что Генетически Все Перемешались Поменялись И Все Такое Прочее Ну Тем Менее Это Очень Важная Важная Вечь Часть Часть Человечества Оно Оказывается Рабами Божьими А остальные К нему Относятся Вот как Относятся Как Реги К Аполлон То есть Они Могут Узнавать Могут Узнавать Они Признают Его Могущество И Сил Они Могут Даже Его Не признавать Как Такового Но Они Не Являются Рабами Ну Да В этом Смыслу Кстати Большей Части Исторических Книг Библии Действительно Это Демонстрация Того Что Народы Которые Не признают Этого Бога В качестве Своего Бога Тем Не Менее Ну Как Не Могут Избежать Его Наказания Например Кары Все Что Хотите Не Могут Избежать Его Воздействия Подвластности Совершенно Верно Совершенно Верно Это Это Почему Кстати Подчеркивается Потому Что Исторически До Того Боги Были Племенными Вот И Соответственно Бог Чужого Племени Он Не Никто Вот Я Его Не Узнаю При Встрече Вообще Могу Пендали Отвесить Все Потому Что Он Чужак Это Очень Простая Архаическая Форма Но Которая Тем Не Менее Вот Каким То Образом В Вере Иудеев Иудеев Преодолевается Вот Да Окей Просто Я тогда Бы Заменял Это Слово Рабы Которые Ты Говоришь Они Становятся Ну В Некотором Роде Вот Членами Семьи Вот В Таком В Том Патриархальном Смысле Что Абл Тоже Членом Семьи Да 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 Конечно Конечно Они же Являлись Принадлежут Дома Его Но С другой Страна Именно Рабы Именно Господин Именно Вот Именно Их Это Отношение То есть Часть Народа Это Была Большая Социальная Новация Рабства Как таковое Возникло Это же Громадный Прогресс В этом Что Появилось Рабство И Там Люди В том То Дело Что Отказались От Как такового Ведь Раб Не ждет Воздаяния За труд Он Не ждет Воздаяния За труд Но тут Видишь Желание К милостыни Воздаяние На труд Невозможно Да Но дальше Вот что я хочу Сказать Дальше конечно Должна быть Какой-то более Пристальный Взгляд На то Каким образом Развивается Отношение К Богу И соответственно Представление О Боге Потому что Отчасти Вот Есть эта ветка Которая Ну совершенно Не чужеродная Иудаизму Которая ведет К тому Что возникает Вот это Законничество И начетничество Когда оказывается Что Богу Можно служить Просто исполняя Все 693 Заповеди Которые даны Вот И все В таком роде И даже Более того Как бы Сама вера Начинает Замыкаться Как бы Внутри Вот этого Письменного Текста Истолкования Этого Письменного Текста А само Отношение Утрачивается Как бы Понимание Ценности Отношения К самому Богу Помимо Вот этой Помимо Писания В этом смысле Есть совершенно Дивная По моему Хасидская Легенда Которая Ну что называется Не врагами Иудаизму Придумана А ими Самими Создана Легенда Состоит В следующем И это просто В качестве Иллюстрации Того Как может Схлопнуться Вера Очень В причудливую Форму Легенда Такая Что На Собрании Книжников Шла Дискуссия По поводу Толкования Одного Места Из Торы Вот И вот В результате Долгого Обсуждения Все Склоняются К одному Мнению А Раби Там Не помню В точности Какое Имя В самой Легенде Ну там Раби Например Ицхак Он склоняется К другому Он против всех Ну подискутировали Поняли Значит Что вот Большинство За одну Точку Зрения И только Один Человек За другую Вот И Председательствующий Говорит Ну очень Хорошо Значит Вот мы Решаем Так Как Большинство Раби Ицхак Говорит Нет Прав Я А вы Большинство Заблуждаетесь И если Я прав То пусть Эта Стена Упадет И дальше Замечательно В легенде Говорится Что Легенда То есть Стена Из уважения К раби Ицхак Начинает Падать Из Уважения Вот Председательствующий На совете Возмущенный Этим Безобразием Встает И говорит Так Никакие Вот эти Вот Всякие Штучки Не должны Вмешиваться В разговор Серьезных Людей Поэтому Я требую Чтобы Стена Перестала Падать И Из уважения К раби Не помню Там Давиду Вот Стена Остановила Своё Падение Раби Ицхак На этом Не заткнулся И Не согласен Принять Точку Зрения Большинства А им Нужно Как бы Вот Полностью Коллегиально Принять Решение Тогда Дело А не Твоё Вот После этого Козыря Значит Раби Ицхак Сдался Проголосовал Значит Вместе Со всеми И у легенды Совершенно Дивное Окончание Один Из тех Кто Участвовал В этой Дискуссии Там Раби Исав Какой-то Вот Буквально Там Через Несколько Недель Встретился С Архангелом Гавриилом Вот Там По какому-то Делу Что называется Гавриил К нему Что-то Пришёл Там Что-то Возвестить Дать Какое-то Поручение Тут Говорит Да-да-да Кстати Могу я Задать вопрос Он говорит Ну давай Говорит Вот Ты Может быть В курсе А как Бог Отнёсся К нашему Последнему Решению На собрании По поводу Толкования Торы Вот И Архангел Гавриил Сказал Господь Очень смеялся И сказал Мои дети Меня переспорили Вот В этой Дивной Легенде Заключается Вот Как бы Лучшая Характеристика Того Что вера Может Схлопнуться Вот В некоторую Замкнутую Сферу Безо Всякого Отношения К Богу Да Всего Замкнутого Закона Вот И Там Это Конечно Отдельная История Попробую Последить Почему Потому что Отношение Господства И рабства Закон Для рабов Не отрицают Просто Показывают Что Господин Как господин Он все время Доказывает Что он Выше Закона Ну С Богом По-другому Быть И не может Всегда Схлопнуться В Замкнутую Систему Здесь На самом деле Я хотел Замещание По поводу Рабства Да Рабства Есть два Виды Рабства Есть Рабства Когда Раб Становится Рабом Не по Своей Воле Когда Его Делают Рабом А Есть Второе Рабство Когда Раб Становится Рабом По Своей Воле То есть Когда Под Рабством Понимается Выше Абсолютное Подчинение Некой Воле Вот В нашем Например В православии До сих пор Люди Называются Рабами Божьими В том смысле Что Они Полностью Свою Волю Подчиняют Воле Бога Когда Речь Идет О договоре О каком Рабстве Идет Речь Не идет Речь О рабстве При котором Бог Полонил Какой-то Народ И Заставил Их Себе Слушать Скорее Идет Разговор О рабстве В котором Люди Подчинили Свою Волю Воле Бога И В этом Состоит Договор Они Подчиняют Свою Волю Воле Бога А Бог Оказывает Им Какое-то Там Покровительство Я хочу сказать Это называется Православие Умоление Воле У монахов Да Это Способ Такой Но Это не Умоление Сурман Умоление Воле В принципе У булыжника Тоже Есть Воле Еще Как Булыжник Волит Волит Он Исполняет Закон Именно Своей Волей Но Мы не Можем Говорить Что Булыжник Свободен В моем взгляд Не Можем Говорить Что Он Волит Потому Что Свалиться С Крыши И Говорить Что Воля Такова Это Не так Это Неволя Его Он Просто С Крыши Свалился Здрасте Четко По Закону Ну Четко По Закону Но Все Вопрос В том Где Содержится Этот Закон Если Он Содержится Вовне Булыжника Как Я Полагаю То Тогда Он Не Свободен А Если Человек Содержит Закон Собственного Поступка И Поступает Согласно Этому Закону То Тогда Он Свободен Булыжник 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 Есть Воля Исполняет Закон Ну Вот Этого Развлечения Я не Понимаю В смысле Булыжник Сопротивляется Неподатлив Есть Какой-то Закон Которому Подчиняется Можно Называть Этой Волей Можно Называть Этой Волей Само Понятно Что Это Осуществляется Тут На самом деле По Ководу Рабства Еще Следует Чтобы Ощертить Его Границ Мне Погнал Понять Как Христианство Понимается Иное Отношение Человека И Бога Потому Что Иначе Как Не Сравнив Разные Точки Зрения Не Понять Какое-то Отношение Между Двумя Субъектами Христианство Весь Получается Что Люди Считают Себя Детьми Божьими И Они Уже Не Работают Не Называя Вас Рабами Называя Вас Друзьями Это Иное Отношение Но Тем Не Менее Христианство Точно Так Ж Существует Причинение Воле Божьей Там Как Другое Причинение Есть Первое Починение Когда Человек Полностью Уверяет Свою Волю Бога И Он Становится Как бы Рабом Бога В том Смысле Что У него Нет Никакой Иной Воли Кроме Воли Бога А С другой Стороны Возможно Другое Отношение Которым Человек Подчиняется Воле Божьей Но Тем Не Становится Рабом Он Остается Свободным То Е Я Господин Извините Я просто Цитатка Случайно Абсолютно Нашел Которую Раньше Выписывал Когда Я Размышлял Свободе И Прочее Так Вот Так Свободой Видит Воля Движит А Субстанция Одна Правда У меня Это Из Какого-то Ситуация По-моему Тут У меня Не помечено К сожалению Вот И Развлечение Свободы И Воли В общем-то Это Не Моя Придумка Абсолютно Ну Это Конечно Православие Вообще Говорят Не О Свободе А О Свободе Воли А Полная Свобода Боги На Свободе Воли Человека Гораздо Интереснее Кажется Другая Абсолютно Что Балат Сейчас Говорил А Почему Ситуацию Не Смотреть Следующим образом Что Действительно Некий Карманный Господь Захватил Некое Племя И Сделал Своими Рабами Не Так Что Они С Нем Заключили Как Договор А Именно Как О Племя Захватывает Другое Племя Вот Захватил И Сделал Своим Рабом Вот Почему Из Всех Народов Примененных Екиптянами Почему Выбрал Дитей Рамов Да Вот Это Кстати Отчасти Коррелирует С тем Что Я Хотел К Чему Хотел Перейти В Принципе Помимо Реплики К Предыдущему Разговору В принципе Немножко Вернуться К Вот Этим Вещам Базовым Для построения Философской Теологии Тут Я Собственно Есть Несколько Конечно Нерешенных Мне Вопросов Касательно Того На каком Основании Человек Может Начинать Строить Такое Такое Рассуждение Но Если Говорить Уже О том Что Это Началось Да И Каким Образом Дальше В этом Двигаться Тут Ведь Вот В чем Дело Понимаете В отличие От Конфессионального Богословия Которое Традиционно Отличается От Философии Каким Образом Что Это Просто Попытки Рационализации Такой Способности Как Вера И Всех Так сказать Связанных С этим С этой Материей Процессов Становления Развития Веры И так Далее И так Далее То есть Это попытка Всего лишь Изложить Некоторый Нерациональный Опыт В рациональных Терминах С пониманием Того Какие Это Ограничения Доставляет Нам Мы Понимаем Что Это Не Может Быть Полностью Адекватно Мы Понимаем Что Это Не Может Быть Исчерпывающим Образом Сделано Но Тем Не Мене Да Вот Это Просто Некоторый Такой Способ Язык Рационализации А Философская Теология Понимаете Это Же Попытка Мыслить Все Эти Предметы Все Эти Предметы Опираясь На Рациональность Но Не Опираясь На Веру Строго Говоря То То есть Тут Хотя Слово Теология И там И там Одинаковое Но В существе Своем Занятие Существенно Разное Мы Не Можем Апеллировать Будучи Философскими Теологами Мы Не Можем Апеллировать К Откровению Как К Откровению Как К Некоторому Последнему Авторитету Но В то же Время В то же Время Мы С Этим Откровением Должны Каким То Образом Соотноситься Должны Учитывать То Что Дается В Откровении И Соотносить Это С Рациональным Движением Отсюда Возникает Вопрос Более Общий Вопрос Как Можно Читать Священное Писание Ну Вообще Говоря Любое Священное Писание Ну Поскольку Мне Больше Знакома Библия То Я буду Подразумевать Библию Ну Там Во многом Это Относится И К Корану И К Тепитоке Не Знаю Какие Еще Бывают Священные Поправками Можно Вопрос На Засыпку А В чем Собственно Этот Рационализм Заключается Рационализм В чем Заключается Я Рационалистичность Рационализм Общей Рацию Ну Вот Понимание Рационализма В Эпоху Адерна Представляю Себе Таким Достаточно Простым Образом Как Полагание Только На себе На разум Человека То есть Разум Человек Именно Человек Становится Во главу У У У У У У И И Тогда Если Вот С Таким Пониманием На Это Дело Возвлен Да То Получается Что Человек Просто Способен Объяснить Все В том Числе И Религию Ну Что Значит Объяснить Что Объяснить Религию Рациональную Я Могу Ее Объяснить То В данном Случае Я Могу Объяснить Влияние Религии Скажем На Культуру У Человека Есть Культура А Собственно Больше Ничего Нет Кроме Нашей Культуры Мы В Нашу Культуру Погружены И Вот Возникает Вопрос Каким Образом Фактически Оставил Вопрос Я Должен Объяснить Культуру Да Я Полагаюсь Только На Себя Только На Свой Разум Я Должен Объяснить Обосновать Культуру Ну Вот Это А на Что Еще Можно Кроме На Себя А Что Еще Можно Другое Мы Говорим О Философии На Что Еще Может Опираться Философ Кроме Как На Свой Разум Мы Философ Но Лично Я Возвращаю Три Рефлексии Одна Из Них Представленная Широко Среди Нас Это Рационалистическая Рефлексия Когда Человек Опирается Только На Свой Разум Но Есть Мехологическая Рефлексия Есть Еще Религиозная Рефлексия Нет Игорь Так И сказал Что Есть Теология Религиозная Через Веру А Есть Рациональная Философская Так Она Вот Это Есть Ток Другого Варианта Кроме Опоры На Свой Разум А Если Попытаться Расшифровать Что Такое Рациональное То Это Всегда Притем Одному Слово Логика Логично Логично Рассуждать Кто Рационально Рассуждает Логично Другого Варианта Нет Ну Я бы Так Не Сужал Потому Что Нет При Условии Что Логик Может Быть Много Нет Если Логику Понимать Совсем Широко То Безусловно Могу То Если Ты Нерационален Это Ввинение В Нарушение В Как Еще Скажи Про Нелогичный Миф Или Какую-то Нелогичную Религию Религия Очень Рациональная Нелогичная Конечно Я же Говорю Что Но Есть Определенный Тип Рефлексии Религиозные Да И Вот Когда Я Использую Религиозный Тип Рефлексии Да Я Имею Ввиду Некий Что Кроме Меня Есть Некий Абсолют Вот И Я Ставлю При этом Себе В Позицию Позицию Абсолюта Мог Когда Я Религиозная Религиозная Реликхия Это То Что Вы Сказали По Поводу Смена Себя Абсолюта В этом В этом Включается Религиозная Постановка Себя В позицию Абсолюта Да И Тогда Передо мной Есть Мир И Человек Рационалистическая Рефлексия Это Когда Я Себе Противопоставляю Миру Вот Есть Я И И Есть Мир А Мифологическая Рефлексия Это Когда Я Сливаюсь С миром То есть Я Это И Есть Мир Но Это Есть Такая Рефлексия Это Оборот На самом деле Вот Реальность В наших Терминфиках Это Терриц Предмет Я Прошу Прощения У Игоря Мы Уходим Страшно Ну Что Что Тут Сделать Мне Я Как-то Забыл Подумать О Твоем Представлении Развитие Рефлексии Поэтому Сейчас Вот Может Скажу Какую-то Глупость Но В общем Я Полагаю Что Действительно Философская Таология Это Сугубо Рациональное Мероприятие Да В рамках Этого Мероприятия Может быть Попытка Мыслить И собственно Там должна Происходить Попытка Мыслить Отношение Между Я И Абсолютом Само Как бы Просто Единственное Что Закрывается Для Философского Теолога Это Попытка Мыслить Эти Отношения В Нерационализируемых Терминах Например Ты не Можешь В рамках Рациональной Теологии Обращаться К Богу С молитвой Это Просто Запрещенное Действие Ты можешь Мыслить Бога Ты можешь Мыслить Отношение Своё С Богом И оно Может быть Не обязательно Там В привычных Отношениях Причины И следствия К примеру Но Тем не менее Ты должен Все это Проделать В рациональном В рациональном Ключе Ну Что ещё Здесь Так вот В двух словах Добавить Прям не знаю Прям не знаю Ну в общем Ну в общем Понятно Допустим Кант Это Вот типичный Пример Рациональной Теологии К примеру Да Ну Совершенно Верно Рациональной Теологии Я же Работаю С некоторыми Фактами Которые Не имеют Рационального Обоснования Ну просто Эксперимент Таков Это что Ты имеешь в виду Ну например Так называемое Откровение Ведь это Та штука В которой Вряд ли Удастся Найти Найти Собственно Полностью Объяснить С основной Точкой зрения Но его Как некий Факт Факт Откровения Ты можешь Рассматривать И дальше С ним Перевод Как с этим Конструктом Совершенно Верно Да И то есть Вот тут Как бы И коренится Вот эта Проблема Обращения К тексту Откровения Ну то есть Собственно К священному Писанию Почему Потому что Видите ли В рамках Просто Теологической Здесь Проблем Принципиальных Нет Здесь Есть Технические Проблемы Того Как ты Это будешь Строить На что Будешь Опираться Какие Смыслы Ты можешь Позволяешь Себе Обнаруживать Священное Писание Какие Нет Но При этом Ключевые Вопросы Для тебя Решены Например Если Ты Христианский Богослов Христианский Богослов То Ты Обращаешься Тексту Ветхого Завета До Христианскому Тексту В каком Ключе Ты Ищешь Ты 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 Думаешь Что Этот Текст Есть Предвозвестник То есть Некоторое Предварение Уже К твоей Собственной Точке Зрения И ты С этого Заданного Угла Читаешь Лежащий Перед тобой Текст И Обнаруживаешь Что Там Вот Жертвоприношение Исаака Это Было Такое Предвозвестие Собственно Говоря Смертной Крестной Смерти Христа Вот И Для тебя Это Как бы Обретает Смысл Это Встраивается В Некоторое Понимание Получает Толкование Развернутое И все Такое Прочее Но Понимаете Для Философского Теолога Такой Ход Закрыт У Меня Как бы Нет Такой Позиции Когда Я могу Опираясь На Одну Часть Священного Писания Толковать Другую Тогда Что Делать Что Делать У Меня Такое Предположение Что В таком Случае Чтение Священного Писания Должно Исходить Из Следующего Предположения Что Все Таки Эти Тексты Несмотря На Всю Свою Богоданность Еще Там Что Такое Богоданность В Христианстве В Исламе Штуки Сильно Разные Но Пока Просто Они Даны Каким То Образом Даны Богом Но Тем Не Менее Они Собраны Людьми И Люди Включали Тексты В Это Собрание Не Опираясь Только На Какие-то Чудеса И Внерациональные Мотивы На Оборот Они Монтировали Это Собрание Книг Опираясь На Свой Разум Они Редактировали Эти Книги Опираясь На Свой Разум И Тем Самым Тем Самым Я Как Б Получаю В Принципе Я Думаю Ключ К То Принципиальную Возможность Понимать Священное Писание Как Б Обращаться К Нему Как Не Как К Свидетельству Бога Во Всем Этом Разговоре А Как К Тем Решениям По Поводу Бога К Которым Приходили Люди И Эти Решения Люди Постепенно Фиксировали В Тексте Священного Писания Почему Именно Разумно Они Это Делали С Помощью Разума С Помощью Веры И Не Обираясь На Какие-то Свои Частные Верования Как Христиане Нет Все Происходило И Это Происходит Тоже Просто Для Меня Ключевым В данном Случа Является То Что Все Таки Это Все Таки Было Соединение Это Соединение Было Рациональное Ну То Смотрите Вот Грубо Говоря Там Сейчас Не Помню Ветхозаветный Какой-нибудь Хороший Пример Вот Новозаветный Существуют Так Называемые Апокрифы Апокрифы Это Что Описывающие Жизнь Иисуса Христа Или Его Учеников Записанные Как бы Там Поставлено Авторство Кого-то Из Учеников Христа То есть Собственно Говоря Все Что Сделано Все Что Собрано В Новом Завете Оно Точно Так же Выглядит Это Описание Жизни Иисуса Христа Его Учеников За Подписью Его Учеников Но Какие-то Из Этих Книг Из Общего Собрания Входят Тем не менее В канун А какие-то Остаются Апокльфом Почему Только Что Называется Не опираясь На авторитет Бога Или на авторитет Автора Который Это все Дело Написал Вовсе Нет Это Включалось Исключительно На рациональных Основаниях Каковы Эти Рациональные Основания То Что Одно Рациональные Люди Сделали Другой Рациональный Человек Может Понять У меня Есть Некоторые Предположения Как это Сделано Вот здесь Я соглашусь И я Хочу две вещи Дополнить Насчет Рационального Основания Ведь развитие Религии От древних Христианств Оно же Тоже Имеет Некие Рациональные Основания Но Допустим Вспомним Взор Австрийск Чем Отличается Принципиально От Христиан Только Одним По большому Счету Это То Что Там Два Абсолюта Равноценны Добро И Зло В одной Из версий А? В одной Из версий Нет Николь В одной Из версий Саря Астрин Ну Скажем так Два Тем не Менее Да Почему Гностические Учения Они Все Ж Пребывают В станении Маргиналей В основном И почему Они Периодически Возникают В разных Видах В разных Видах По ходу Историй Да Да Мы знаем Множество Но Каждый Раз Их На бед Да И это уже не что доказательное. Так вот, если с моей точки зрения мы взглянем на логику, на антологию правильную говорить религии этих, то мы увидим, что просто логически они, двубожие или равнозначность двух абсолютов, это логично, если глубоко разбираться. По крайней мере, мне так кажется. Поэтому в этом есть рациональность, почему в конце концов остановились на родном Боге. Ну, так, да. Надо понимать, куда эта проблема возникла. Проблема возникла, что под гиблейского Бога, то ли в Новое время, то ли в Средневековье, то ли по Марк-Венске, то ли Декарт подсунули каузу Суэра. То есть это понятие абсолютное. Решили, что это могло тот самый, это и есть абсолют, что совершенно как бы не так, потому что из библиотеки никак не согласуются. То есть вот это, это самое... Извини, но Платон был чуть-чуть даже раньше, чем в секту 1-й. Ну, отлично, отлично. Ну, Платон тоже... Так что, все, все, был вопрос нет. Ну, что раньше было применить, который был, вообще-то, когда Бог стал бытием, тогда появился один Бог, когда Бога отождествили с бытием. Да, но... А позже был Платин, у нее был абсолют, и он никак не был высказанных Бога. Ну, хочется замерить, что это все исторические высказания, кто кого раньше, кто кого позже. Я-то думаю, что, например, Платон жил позже, безусловно, и, возможно, Христа, да. Мое мнение. А у меня, кстати, интересно. Вот я тоже, у меня был такой короткий период, когда я был привязанцем в Пламенковщина. Вот в начале девяностых годов, как только выехал за пределы и посмотрел на мир, вдруг уберился, что, ё-моё, а нам все неправильно в школе рассказывали, да? Вот это был какой-то культурный шок. Вот эти, когда я увидел на Мальте мужиков с хохлами, да, оселется, да, вот эти называются, да, вместе с неграми их великий магист побирает. И так представляли европейцы турок, и когда то же самое там по всей Европе разбросано, и котлы это турки, да, и когда там это самое, и прочее, прочее, вот, да, и когда там в Каиле там египетские гвардии, это один год наука, что наши казаки, масса вещей, вот такого рода, и поэтому я, естественно. А вот когда я стал изучать Платона, я понял, что это все урода. Вот именно почему-то Платон меня убедил, потому что он чисто логическое развитие. Но сначала Платон, потом Христианство, и другого просто быть не могло. Каждый как угодно может делать, но я хочу заметить, что это греческая мудрость, а даже не скорее не греческая, а уже средневековая, то есть Фома Аквинский, который предлагает нам мыслить Бога в качестве абсолюта, то есть в качестве причины, это такой сущности, антологическое доказательство бытия Божьего, да, Фома Аквинского, в качестве такой сущности, в идее которого запрещено существование. Есть полное, полное... Это ансельма кентерверийского. Может, и раньше, и так далее. То есть сказывается такое ощущение, что вот такой Бог, он подложен, предложен для понимания христианства и иудаизма, и тоже, но к ним не имеет никакого отношения. В чем достижение нашего прошлого семинара, на который Игорь сейчас реагирует? В том, что мы отказались, достаточно, на мой взгляд, убедительно от идеи трансцендентного Бога. В первую очередь, трансцендентного Бога Киркегова. И перешли к пониманию Бога таким, как он должен быть, то есть Бога живого или Бога имманентного. Вот мы с Богом имманентным работаем. Это наши достижения, которыми я чуть-чуть горжусь, потому что немного чем есть в своей жизни. Убили Канта, я согласен. Да, немного, много есть чего в жизни гордиться, но в том числе горжусь этим. Ну, наконец. Я просто клуб киллеров, убили того, убили зима. Мы ничего не убили. А, кстати, вот, извини, опять, по поводу философской теологии, вот Кантовский подход, это тоже в эту же струю. Просто он как бы строит модель. Он строит модель. И на самом деле, ну, конечно, это не христианская модель получилась, а магометанская, скорее всего. То есть это его трансцендентный Бог, это Бог, вот, для магометана. Да, это тот абсолют тот же самый, трансцендентный Бог, та же Кауза, Суи, в другом смысле, там, в очень качестве оговорков, но она тоже подсовывается на место христианского и иудейского Бога. Я иногда, там, у Джамаля есть несколько роликов, там, в Ютубе. Вот я, когда там прослушал, я так, ну, кантианец, вот я, когда первый раз его услышал, вот, так подумал, кантианец. Я думаю, что с исламом, хотя здесь не специалист, произошла та же самая история, что и с христианством и с иудаизмом. И в ислам точно так же вот эта мудрость средневековья, нового времени, кого-то, с Богом, причина самого себя, была подброшена под имя их Бога, под имя Аллаха. Но Аллах, судя по всему, это ровно тот же самый Господь, который описан в Ихом Завете. Понятно. Ну, в общем, я... Ну, есть, конечно, различие философской теологии и ее обычной, как бы, вот... Ну, вы... Да. Теология, это, наверное, ничего. Ну, я хочу заметить, что мы же тоже занимались философской теологией, но, тем не менее, мы Бога ни в какой момент не рассматривали как абсолюта, как причину самого себя, как такой сущности, идеи, которая заключена в существовании. Хотя мы тоже занимались философской антологией, философской теологией. Ну, окей. Это отдельный разговор. Пока я могу только сказать, что я категорически не согласен с этим разделением. С этим. Ну, вот, что есть живой Бог, а есть Бог в качестве абсолюта. Да. Вот. Мне эта идея представляется ложной. Но они друг другу не противоречат, кстати. Не противоречат, может быть. Нет, ну, просто может быть. Кантуский трансцендентный Бог, да, это, конечно, он никакой не живой, живым быть не может. Но христианский Бог, естественно, он живой, он трансцендентный. Так вот, чем мы... И платоновский Бог. Живой же Бог, он, как и не странно, интересен. В чем проблема абсолюта? А в том, что греческое глагол быть, ну, просто быть, превратилось в глагольное существительное. То, что тут нечто есть, в сущее. Таким образом. И в этом смысле возникла некая дополнительная проблематика. Ну, это проблематика философского. Вполне возможно, философия XX века в лице Ренгельштейна, там, Рассел и кого-то абсолютно права, в церкви философской мысли, что это псевдопроблематика. Но эта псевдопроблематика прородила вот это представление в Абсолюте, и его подложили под имя христианского Бога. А христианского Бога надо понять таким, как он есть. Или иудейского, его же Аллаха. Такого, как он есть. И мы увидим, что там эти фокусы, фокусы с глаголем существительным, со словом быть, не имеют к этому рассуждению никакого отношения. Ну, ты знаешь, там переводы с греческого, с древнегреческого, это сложная вещь, там я знаю, люди мучаются с этими глаголами, с существительными. Но, тем не менее, есть логика парменида. Вот как ты там ни переводи, ни крути, а вот она там есть, понимаешь, да? И вот там есть одно, как абсолютное, и есть существующее, единое, и вся логика расписана. Ну, так говорим, ты упускаешь тот момент, что есть такая вещь, как первопричина, и она никак не укладывается в языковую форму глагола быть. Например, в Аристотеле Бог – это просто первопричина, это перводвижитель. Поэтому и рассуждение от перводвижителя – это не рассуждение бытьи. Мы не можем понимать, как это рассуждение. Абсолютно понимается именно рассуждение бытьи. Не в смысле индийского брахмана. Вот это вот первопричина – это платоновское одно. Хорошо, это просто сам факт состоит, что Игорь все судит к тому, что абсолютно понимается, как бытьи. А мы абсолютно понимаем, что это первопричина, это другое понимание. Ну, можно, можно. Это раз трактовки. Я же тебе говорю, вот эта самая первопричина – это платоновское одно, которое не есть. Ну, да, хорошо. А много и основания есть. В общем, коллеги, я что хочу сказать, что я считаю, что свою часть реплики я донес, получил отклик. Странно, что ты знаешь, я же внимательно смотрел эту запись, я совершенно не заметил этого оборота, что ты против Бога в качестве абсолюта, но апеллируешь в данном случае как к настоящему предмету, к этому живому Богу. Да, это было… Я же жалел, что я в этом не сказал. Не, не, но их же, как было, известное высказывание, там, в Паскале, да, что он говорит что… Который… Да, да, скорректировал уже раз 500, да. Это буква Рамы Исаака Якова… Да, 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 понятно. В общем, что? Это интересный пункт, я продолжу о нем думать вот конкретно про это разделение. Мне оно так сходу представляется ложным, но тут надо поаргументировать, раз есть живые. Игорь, я вот хотел что заметить. Прежде всего, этот упор на рациональность составителей, я думаю, что он, как бы так говоря, не очень годится. Можно говорить, скажем, о рациональной оценке действий составителей, она не всегда может быть рациональной. То есть, скажем так, может быть скрытая рациональность, человек сам даже не понимает, почему он поставил. Когда человек поступает рационально, он решает, вот это так, это так, это так, потому что. И может объяснить. А может ситуация, вот я чувствую, что это вот так, вот так, вот так. Сам объяснить не может. Поэтому отсылка к рациональности человека, который делает это, ну как мы делаем сборники стихов. Мы же не можем объяснить рационально, почему вот этот, я поставил вперед, вот так кажется, так легло мне на душу. Поэтому вот... Но это все же несколько другое. С моей точки зрения, вот, это составление сборников, террористических текстов, это нехорошо, можно, но нехорошо называть рациональным, да? Поскольку в данном случае, все же составители, они хотя полагались на свой разум, да, и на логику, но они всегда держали в уме рядом Бога. Ну вот так, я как раз этот аргумент... То есть, некая опора была у человека. И второй момент, который я хотел по поводу ваших терок Абсолюта и Бога. Здесь приятно, наверное, все-таки различать теологию философскую. Теологию философскую. И философское понимание Бога. Философия. Вот если мы будем различать, то в философии это будет Абсолют, а в теологии это не будет Абсолют. В философской же Теологии. Вот различать... Нет, я понял, в чем тут дело, но мне кажется, что вот это как раз сложный ход, потому что философская Теология, это же просто раздел философии. И ничего. Скажем так, что... Абсолют, Абсолют, есть в философии и вне теологии. То есть, эта категория не теологическая. Ну, не теологии... Ну, это уже и игра терминами, как определим. Ну, в общем, когда философ... Смотря, что мы ставим... Исходя из своих нужд проводит доказательства бытия Божия, того или иного, той или иной формы, да, он делает философскую Теологию. Если ты хочешь сказать, что философия, в принципе, не может быть без Теологии, как некоторые пары, не хочет. Не хочу. Я хочу сказать так, что если я занимаюсь чистой философией и предметом является моё мышление мира как в целом, то в этом мире как в целом есть Бог, как присутствующий в религиях. Есть религия, есть Абсолют, я какие-то отношения между ними соотношу. Если я занимаюсь философской теологией, то предметом является именно конкретные источники и конкретные религии. И вот там уже я не могу встроить туда Абсолют, если его там нет. А, нет, тогда я сильно против, потому что нет, дело не в этом. Дело в том, что я сам мыслю отношения с Богом и обращаюсь к опыту религиозных доктрин не для того, чтобы получить предмет для своего мышления, а для того, чтобы посмотреть, каким путём они шли по этому отношению. Вот так. То есть, а так как ты формулируешь, это как бы было бы такое глубинное философское исследование религии, какая-нибудь философия. Ну, а это религия, есть теология, нет? Нет, вот я это понимаю иначе. То есть, мы, то есть, за пределами теологии философской мы не имеем возможности рассуждать о Боге в Абсолюте, да? Ну, почему не можем? Можем, ну как, можем. Вопрос только в том, какого рода это рассуждение, какого рода это построение. Теологи конфессиональные, они же вполне себе, во-первых, теологи, во-вторых, они достаточно рациональны, но просто у них позиция совсем другая. Нет, я говорю о сугубо философской позиции. О сугубо. То есть, ну, что возможно, в самой философии возможно два отношения к Богу, теологическое и философское. Вот вот так. То есть, когда Игорь, это живой Бог, это теологическое. Когда мы говорим о Абсолюте, это философское. Вот если... А, в таком роде. В таком роде. Не знаю, надо обдумать. Это неожиданный ход для меня. Я думаю, что можно кое-что додумать, чтобы закончить. Я просто для додумывания еще два предмета тебе предложу. Во-первых, вот некоторые деятели, даже вполне религиозные философы, выдающиеся, более того, которых называли святыми отцами, ну, допустим, мой Гремль Максим Исповедник, да, продолжатели чисто философские, да. Это глубокий философ. И, ну, можно назвать их философскими теологами. Глубочайший философ, да, но который как бы вот развил вот то, что записано в Писании и сказано в предании, да, и объяснил, ну, или Палама то же самое, да. Это один аспект. Вот, а второй я что-то забыл уже, чем хотел сказать. А, ну, тут нельзя не вспомнить политическую теологию, конечно. Что ж, может провести какие-то параллели, потому что Карл Шмидт, да, и вот его понимание политической теологии, как, ну, просто процессы секуляризации, да, и внедрение политической схемы. Да, это какая-то очень странная, я даже к этому, к этим двум замечаниям могу отнестись. Вот политическая теология вообще очень странная штука. Я когда первый раз услышал, то подумал, что у меня проблема со слухом, вот. Но нет, действительно существует такая штука политическая теология. Да, и, ну, что, много есть на свете, что и не снилось нашим мудрецам, что называется. Мне просто, я не вижу точек соприкосновения, честно сказать. Не сама политическая теология, ее суть, а понимание терминологическое. Вот две теологии, вот. То есть одна теология, которая вращается в философскую теологию и в политическую теологию. То есть, понимание чисто терминологическое, что такое политическая теология, я вполне четко понимаю, и это вполне четко понятно. Что такое философское, я вот сейчас послушал, послушал, и до конца не понял. Ну, если совсем кратко, то есть все просто. Это то же самое, что естественная теология, которая ведет свое начало еще от Аристотеля. Просто в современных условиях, в современном контексте, что называется, естественная теология стала более узким предметом, чем то, что это было у Аристотеля. Сейчас фактически, как бы, есть два течения, которые именуют себя естественной теологией. Это разного рода, как бы, богословствующие физики, химики, биологи, да. Ну, есть такая стадия развития ученого, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, узкие специалисты по аргументам бытия Божия. Вот они тоже как-то вот группируются в отдельную касту, которой именуется свое занятие естественная теология. У меня, как бы, поскольку я хочу вернуться к тому пониманию, которое ближе к Аристотелевскому, да, то я, как бы, употребляю слово философская теология, ну, и так оно тоже и употребляется. Вот те, кто не замыкаются на этих двух предметах, вот те говорят сейчас философская теология. Но по существу это, конечно, вот то, что Аристотелевск. Другими словами, это антология. Почему, так сказать, антология философская? Ну, нет. Почему не антология? Антология я меньше всего хочу сказать.